Достигну совершенство, то есть сделаю из них свете тела, так же? Я их не прошу. А здесь я, значит, не сдал экзамен, использовался своих эгоистических корыстным целям, силой всех этих шепардов, так же я его поимел, просто как тиран там какой-то, а потом сказал, ну, ребята, ну, фиг с вами. Идите, мы были вразить, а сейчас минеральное царство там давайте, да, и все. И я, получается, как предали по отношению к своим подданным. Поэтому, когда я в следующую буду команду напирать, они скажут, а как ты поступил с прошлой командой? Ты опять нас хочешь поиметь и кимать? Мы слушать или не слушать, мы не знаем, не знаем. И вот так тело к нам начинает относиться, нам же это не выделено. То есть это как-то тормозом является, да? А к роду как сейчас в наших словах? Да, очень просто. Если вы получаете свидетельство о смерти, берете место на кладбище, чтобы вам никто не доставал, заплатили, если кому нужно, вывезли и влезли, да, сожгли. Есть. Да. Ну, если вы будете во дворе, то... Единственное, что вам могут инкриминировать, это, значит, с анапитемстанцией, вы тут засоряете там на окружающей пространстве, только вот это, и больше ничего. Там какие-то издевательства на трупы на кладбище? Как? Вы в своей стране живете и по конституции имеете право соблюдать свои обряды и ритуалы. В принципе, да. А вот крематория? Ну, там же грустная такая обстановка. Да, это лучше, чем кладбище. Конечно, лучше. А вот если все-таки по христианскому обряду произошло погребение, можно ли, допустим, ну, как бы, что бы, дух этого человека помог обратно воплотиться в этом мире? Нет, ну, можно, конечно, помочь, но любая молитва – это уже помощь нашим умершим предкам, безусловно. То есть это же они не от своего зла по отношению к своему подданному так поступали, а по невежеству, но они, как дети, не ведают, что творят. Поэтому мы должны со своих умерших родственников молиться и помогать им. То есть избежать вот этих ошибок в следующем облащении. А это молитва. Требу на алтаре мы должны ставить. То есть не ту требу, которую мы как бы поедаем, а требу, чтобы родичам это все это шло. Лучше всего это, конечно, сжигатель дуни. То есть, ну, на козыре. А куда пепел потом делать? Лучше, конечно, в сад, на огород. В смысле? Пепел имеется в виду человека? Да, да, да. И обряд акрадирования, и когда требуется, все лучше на огород. В идеале. Потому что те частички, которые были так, ну, мягкие, как вам сказать, обмануты вашими родичами, и они не достигли совершенства, то вы даете им другой шанс поперейти в овощи, в фрукты, и в санкции, да, взять их. То есть, вы как бы протягиваете им руку помощи для этого. То есть, пепел должен быть красивый, да? И вообще, вот все, что у вас в доме, то есть, мусор должен сжигать. Особенно волосы, ногти, там, тем более зубы. Ну, у женщин, там, все эти, там, примесячные, все эти дела, именативное белье все должно сжигаться. Ссор из-за бы не выносить. Да, все сжигается. Еще такой вопрос, после рождения ребенка, вы послед тоже сжигаете? Да. Сжигать или... Или сжигать, или оставлять там, где, чтобы он не сгнил. То есть, иногда там, какой-то, там, на чердак застропил, засунул, чтобы он высох там. Можно так, а можно сжечь. А зачем оставить? Лишь бы не сгнило. А это как мудрик получается, да. Мудрик даже не для рода, не для дома, как-то. Да, для всего. То есть, это же Родина получается. Там все пространство формируется, амина, родственная, так-то. Тогда этот человек нам тоже беречься очень так. Конечно. Да, чтоб не сгнило. Самое, пусть горит, но лишь бы не сгнило. Иногда закапывает под крыльцо, то есть, по следу. Но там сухая земля, и он тоже там не гниет, а высыхает. И вот такие тоже, я знаю, есть. А вот чтобы не сгнило, вот так и акцент делается. Если сгнивает, это очень плохой. Ну, потому что, если гниет какая-то ваша часть, то гниет и все остальное. Так же. Поэтому ни в коем случае, чтобы никакая ваша кровь не гнила. Это же мания получается, контакт. А вот еще про волосы, где-то очень много пишет, а ногти с... Состригаете, сжигаете. А почему волосы не сжигают, а ногти сжигают? Какой-то смысл ногти, что они делают, принимают сам? Нет, ну если они вырастут по полметра, это же неудобно. Это функция просто. Дети спрашивают, функция на том плане. Если вы трудились, как полагается, на земле, то вы понимали, насколько ногти нам необходимы, а иначе без пальцев бы остались. То есть кромка ногтя, она тверже стали получается. И вам, если вы трудитесь действительно руками, то вы понимаете, что без ногтей очень плохо. Вот даже слишком коротко сострижешь, и уже все, ничего взять невозможно в руки там подцепить-то. Нет, только на физическом плане. Нет, у меня будет тонко несет. По аналогии с Алла-Саном, что-то она несет? Нет, это инструмент. А, у меня это за плане. Люди. На ногах тоже? Это давай, сбегать, прыгать, платье. Скажите, как правильно оберег подбирать под конкретного человека? Существует ли методика какая-то? Скажите. На каком уровне вам давать? Что для этого нужно? Ну, это, допустим, составлено из эластических символов. То есть что человеку нужно знать? Дату рождения, что? Да. Нужно знать звездочтение, металловедение, минералы, где дети нет. И чтобы создать хороший, правильный оберег, это потребуется вам все вот эти вещи изучить. Только в двух словах этого не объяснишь. Все. То есть вылить его нужно в определенный момент времени, точно знаю, это натальную карту свою рассчитать. То есть знать в благоприятный момент времени, какой металл необходим для этого. присутствует при этом должен минерал, растение, животное, цвет, звук, запах и так далее. Все это является арканами, с помощью которой притяется определенная энергия, ткется определенный узор вот этой энергии, которая будет спечатана в расплавленный металл в этот момент времени. И тогда он начинает работать. А где вот можно подчеркнуть какой-нибудь литературе, может быть, об этом? Или она все... Для начала изучите обыкновенную астрономию. Хотя бы все астрономии, которые сейчас там дают, хотя бы это, ну как бы, азы. Изучите геологию, минералологию, металловедение, изучите ботанику, изучите зоологию. Ну и так далее. Это обыкновенный азы, без которого дальше невозможно идти. То есть должен быть фундамент. А тогда уже можно о тонких вещах говорить. У Занейской жизни больше что-то хотели. Да и тогда кажется, что сложно. А если я, допустим, на сегодняшний момент не знаю всех этих вещей, но вот я чувствую, что у нас уже какой-то знак там же самый, да? Женщины, кто у Киевна возьмут, его пересажут, «О, мне вот он нравится». А мужчины? И мужчины могут. Мужчина должен быть учителем для женщины, так да? Он должен это конкретно знать, чтобы научить. 64 искусства, входит же это все. На самом деле, женщина должна через каждые два часа менять на себя украшения. Каждые два часа? А с чем это связано? Ну, с движением Луны по... Там же Луни с космосом делается на определенные сектора, или там дома, они там называются. И с каждого участка космоса идет определенный вид энергии. А она, как увеличительное стекло, движется, и раз, и проецирует на Землю эту энергию. И поэтому сейчас одна энергия, через два часа будет другая. И чтобы вы были привлекательные, вам нужно соответствовать теми ритмами, которые идут на Землю. То есть, каждое украшение, она... А украшение для чего, женщины? Просто так, как обезьянные очки. Это же инструмент, чтобы быть привлекательной. А для этого меняется и цвет одежды, структура одежды, меняется прическа, походка, интонация. А для питания тоже можно быть по-разному? Не обязательно. Не обязательно. Нам будет только так... Нет, мужа своего, не соседа же. Она должна будет привлекательной лишь только в том случае, если она будет соответствовать ритмами, которые сейчас идут на Землю. На планету нашу. Так же? Вот только тогда она будет привлекательной. А если она распространена, будет она прекрасно одетая, изящная. Там все будет чистенько, аккуратненько, а будет отвратительная. Потому что во мне может на 100%. Они совпадают с теми ритмами. Но она запространена для всех, там, окружающих, мужчин, там, я не знаю. Для всех. Нужно же для кого-то. Но она проецирует, все прям можно. Алексей Владимирович, про Луну. Не на всех же одинаково влияет. Почему на кого-то больше не нет? Ну, Луна, а сектор космоса. Вот это да, мы сразу же сейчас. Ну, все равно по-разному. У нас же натальные карты разные. Поэтому по-разному и влияют. Но сила вот эта вот, она одна и та же. Просто влияет на всех по-разному. А сила с этого участка космоса одна и та же. Вот это нужно вот, ну, структуру, смысл этой силы понимать. То есть, почему вот такой нюанс идет. А ведь это нужно учитывать не только дальний космос, а и ближний. То есть, в каком месте находятся планеты, как они располагаются, под какими углами. То есть, какой букет ткется. Вот на данный момент времени. Женщина, наверное, интуитивно. Вот раз, надела на себя что-то, украшение. Потому что, о-о-о, это мне сегодня не идет. А вот это, о-о-о, это не идет. А вот это не идет. А вот это не нравится. А на интуитивно это может выйти. Так же? Ну, вы сами же это чувствовали. А от чего это зависит? Думаете, что просто от настроения? От настроения от чего зависит? Вот это как раз от того, что идет на землю. Все от этого зависит. А можно вычитать, что рожденный через неделю одеть. Или как мне выглядит через неделю. В этот момент времени. Вот тогда нужно вот это все высчитывать. А вы с кем это так не знаете? Интуиция уже тут не поможет. А что в лунной календаре, они как-то очень примитивны. Так естественно, нам вся астрология дается злономеренно, вся искаженная. Во-первых, главное искажение какое? У нас двуполое звездочтение. Она дает для однополых существ. То есть для двуполых в одном числе, скажем так. Для гемофрадидов дается. Да, сейчас для гемофрадидов дается. А у нас расчеты противоположной стороны все делаются. Где-то это можно найти? Кто ищет от себя найдет? Готов ученик, готов и учитель. Будете это изучать, значит появятся люди, которые вас обучат. А у людей или с литературы на нашей покойной? Литературы я не встречал. Школы есть, которые это преподают. Литература. Наверное, ее никогда и не будет литературой. Потому что никто не решится ее написать. Потому что, попав человеку неподготовленному, эта информация, она может столько вреда нанести. А нести будет ответственно тот, кто это изложил письменно. Поэтому, скорее всего, этой письменности никогда не будет. Будет переберна такая, которая сейчас продается. Да, пожалуйста. Это без проблем. А по-серьезному долго учиться нужно. Все равно, но это то, что пишет. Она действует, но насколько примитивная. Там в расчетах даются такие искажения, что если человек начнет серьезно этим заниматься, все равно через пень колодок все получится. Поэтому, тут, конечно, идет кармическая реакция. Тот, кто обманывает, в заблуждение вводит. Но, она говорит, а я же, когда к нему силы какие-то более могучие. Она говорит, ребята, я же специально обожаю, чтобы они не имели власти над вами. Потому что тот, кто знает звездочтение, он может управлять стихиями. А эти стихия, скажем, вот этот будет нами управлять, я ему уже сборку откручу. И поэтому никто не решится. То есть, дайте власть над стихиями. Потому что основной закон, помните, как Гернис Трисмитц говорил, да не будет бесполезно возмущение стихии занятием мудрого. И если вы будете заниматься звездочтением по-серьезному, то будете сдавать экзамен. То есть, не только умственные способности будут проверяться, а еще и ваше этическо-нравственное качество. Если вы недостойны, значит, скажут, ну, все, что могли, дали, все, до свидания. А если да, ну, зовите экзамен, тогда вам другой будет. Это же справедливо. По-другому, я думаю, и будет сложно. Вопрос, а вот, например, не все же должны учить там звездочтение, что-то, то есть, урок каждого свой, и каждый какой-то свое благородный раз. Рано или поздно всем придется. Это больше 64 искусства женщины, да? Нет. Хотя бы азы необходимо знать. Естественно, но кто-то, не все же так глубоко должны, потому что это же постоянно... Да вы думаете, это вам кажется, что это очень глубоко. А на самом деле там... На самом деле очень многих можно овладеть так, что мы этим и этим... Конечно, это вам кажется. Это очень сложно, нужно семь-пятья во лбу иметь, чтобы все это там осознать. На самом деле, когда это идет естественно, то хозяйка должна знать, когда можно там сажать редиску, когда капусту сажать, да? Когда заготовки делать, когда белье спирать, да? Естественно. А это все же связано с ритмами космоса. Мы-то живем больше ритмами космоса, чем ритмами планеты. Так же? И это естественный образ жизни. У нас у каждой... Каждая изба была обсерватория. Каждая изба. То есть это... А иначе уж мы не прожили полноценно. Просто сейчас надо встретить человек, который бы тебя захотел... Ну, это не проблема. Проблема только ваша готовность. Ну, поверьте. Да. Нет, ну, а вообще же есть такое, что кто-то что-то в какой-то области знает больше. Ну, в кастерстве, который, то есть четыре кастерства. Но это элементарные вещи. Вам же не нужен специалист, который будет за вас чистить вам зубы. Это также элементарно. Понятно, что у всех свои поставь, там, ты, кухарка, ты, май, там, это, жена, там... Ну, есть такое понятие, как джентльменский набор. Ну, как? Мы же говорим только о базах, а не о специальности какой-то. А настоящая мать, хозяйка, она должна вот этими вещами обладать. Просто сейчас... Именно она неполноценная хозяйка. Знаешь, это же самое, там, с молодых мать ей, почему она начала обучать. Просто сейчас... Вот и возрождает. Вот и вздвинулся. А женщины вот это распорядание каста, то есть, они в какое-то другое? Ну, с ними вообще просто. Ее каста, хотя это не каста, ты, наверное, о варне говоришь. Каста — это союз ремесленников, так же? То есть, ну, каста, там, отшельщиков, там, профессиональные, да. А ее варна определяется по мужу. Ну, и каста по мужу. Все равно, что каста, что варна, все равно. А между вами, это союз, а не по отцу, да. Женщины всегда должны быть под опекой умства. Сначала в детстве, в юности, но под опекой отца, и поэтому варна отца ее. А потом мужа. А перейти из одной варны в другую, в смысле, вверх. Можно. В течение одной жизни. Можно, да? В детях интересная такая вещь про женщину написана, что ее период совершенствования начинается через сорок сороков после рождения первого ребенка. Почему? Сорок месяцев по славянскому. Сорок месяцев по сорок дней. То есть, это полгода только славянскому. На самом деле, да, говорят, что первый ребенок, это первый внук. Да. Вот вы раскроетесь до конца лишь только тогда, когда воспитаете своих внуков. А это лишь только зрелище. А еще такой вопрос, вопрос жилища, которую вы упомянули. Как она должна быть устроена? Какие обряды должны быть, чтобы поставить избу, поддерживать жизнь? Ну, это целая наука нашего сообщества. Нигде тут можно, может быть, прочитать, потому что вот есть литература, но она такая ограниченная, скажем, жилища в обряду представителя восточных славян. Ну, это такой очень, не говорят, как скажут. Я даже не знаю, какую литературу вам посоветовать по этому вопросу, почитать. Ну, как бы стоит вопрос строительства, да, вот хочется максимально сделать по углу, как бы? Ну, во-первых, выбор места. Если уж начинать с самого начала, нужно знать, где сидится. То есть для этого, опять, вам нужно знать геологию, так же? Знать, где аномальные, геопатогенные зоны, уметь рассчитать сетку Хартмана, так же? То есть без этих знаний не сможете поставить дом на планополучном месте. Понятно, да. Что? Сетка Хартмана скажет. Сетка Хартмана? Не знаете? Нет. Что Хартмана не знает? Ну, вы не удавите. Я вам сейчас скажу общее название, хотя несколько сеток, 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 сеток. Геология вообще принятый термин просто. Я думал, все уже знают. Потому что геология официальная термина такая. Хотя там, если Хартмана прямоугольная, то есть еще диагональные сетки. То есть, ну, это геомагнитные линии, которые вокруг Земли идут. И пересечение этих линий, они дают геономальные, геопатогенные зоны. То есть, эта сетка очень, она густая. То есть, ну, буквально, что человек, нейрос даже в ней не помещается. И поэтому нужно четко знать, куда кровать ставить, где стол, где обедать, где там, где-то випсер. Двухмерный или трехмерный? Нет. Если высота играет, какое-то значение? Нет. Это с центра Земли идет проявление. А мне сейчас двухмерный? Ну, это, грубо как можно представить, что в центре Земли есть кристалл такой. Дидрайтер и косайтер. Ну, это такие, как вам описать, кристалл? 12 пятиугольных плит. Это как в цепочке, чем шить, вот такое вот. Да. И вот, серебря вот этих вот, этого кристалла, и в центрах идут выплески энергии. Они как протоберанцы, магма, что делятся там. И, естественно, проецируются на сельной коре, как силовые поля. И вот эти все движения, вот эти энергии, они проецируются здесь на поверхности очень густой сеткой. Но бывают как тонкие линии, вот эти вот, так и толстые. То есть, они выхода как бы из центра нужно смотреть. А они уходят, ну, вы знаете, вот там сотый этаж, вот такой трехсотый этаж, они все равно тут достают. Там, это не важно. А просто здесь мы должны разрисовать эту сетку. Ну, если вы ее не видите, не чувствуете, можно с помощью маятника, с помощью рамки, или просто визуально, ну, не видя этих полей, ну, можно посмотреть, а вот если где-то трещина там проходит, это же как раз как шелук, знаешь, где она маленькая, где-то, где-то, быстрее проходился там. Или его живот, да. Кошка чуть-чуть. Ну, кошки, они по отрицательным линиям ходят, собаки только по положительным ходят. Поэтому, кошку запускают, пустой топ, когда он строится, где она ляжет, в том месте кровать нельзя ставить, ставить в противоположном месте. А собака, наоборот, только положительным ложится. Собаку тоже запускают. Собаку в доме запускают в окошке. Достаточно отрицательное, знаете, это не идут, что это самая плохая точка будет. Ну, не должно быть ни мебель, ничего, а в кустой дом запускается. Значит, она залезет на саму чистую подушку, не обязательно, потому что ее мы заедем. А еще есть такое понятие, не знаю, насколько он древний, о строительной жертве. Это язычество. У нас было все с молитвой делалось. То есть, это благословение спрашивали, и все зодчие, именно вот, на вот это настроились. Это не нужно было каких-то духов умилостивых. У нас наоборот было. Мы договаривались с духами. То есть, договаривались каким образом? Например, я помолюсь за тебя, а ты мне помоги вот это сделать, обеспечь мне вот это. Точно так же, наше предсотрудничество, с добовольными, с сенниками, с овинниками, с губниками, то есть, мы их призывали, приносили, и они нам помогали искать энергетическое пространство в нашем хозяйстве, в доме. Ну, мы сотрудничали с собаками, с кошками. Точно так же и с ними. Дали какую-то страву им там, они довольны и помогают нам. Ну, вплоть до того, что хорошая хозяйка, договариваться с домом, так же, она картошку чистит, там пыль протирает, полы подлетает. Ну, а почему нет, там, если там кошка... А как же, если у него тело не... что праздник. Придического, как он... Ну и что? Как он это? Чем он? Ну, что? Видели, фильм такой, «Призрак» называется? Да. А как он учился там, пробки там стригать? Научился? А тела у него не было. А как говорят, что там домовой душ, ну, естественно, вот этот душ. Душа, душа, ну, ну, какая разница, что ему пыль стереть там, или полы поднести, там. А как они косички ночью заплетают? Да, да, да. А тела нету. Есть тела. С этим же фантомные боли, допустим, у людей, преамбутированные конечности тоже, процесс похожий, да? Это просто на объекте он у нас-то есть. Я даже слышал про одного мужика, у моего знакомого, которого ногу там оттяпали полностью, там, и когда никого дома нет, то он ходил на двух ногах. То есть он тренировался опираться на эту нагию ногу, на этого фантома там, чтобы никого не смущать, он ходил просто потом. То есть это какой-то сгусток энергии, да? Ну, это нагия тела называется. То есть у нас крово физическое, есть еще нагия тела, и лептонные, как ученые его образовали, они сфотографировали, измерили. Могут нечестенцы с полей, да, состоят в единых сферах? Ну да. Ну вот как, фото Кирлянд, знаете, что это такое? У нас в Москве, он магазин Путь в себе есть, на еврорическом, в Белорусском вокзале, по-моему, там. И там вот фотографируют, вот эти поля, зайдут, там мы уже давно, 10 назад, где-то там этот магазин уже был. Не знаю, сейчас есть или нет. И что? Вот сфотографировали и что? Да, дело там уже. Расшифровывают они как? Вот, фотографируют лист, допустим, да, сфотографировали, а у него свечение. Отрезают кусок, выбрасывают, сфотографируют, а он на месте. Свечение-то это все поле остается. Но это как вот, какое практическое применение? Ну, вот, сфотографировали, а нога на месте. А, ну, это матрица. Просто что знает, что есть, да? Если говорить про это, сфотографировали, фото Кирлянд. Я понимаю, да, про этот магазин, вот как можно практически применить вот эту фотографию? например, я пока же не помацываю, сам не поверю. Сфотографировали меня, и меня вычисли полностью. Кто я такой, чем обладаю, и так далее. к нам какая-то бабка, так божья дуванчик работала, я молчал, как партизан, мне говорили, мне же самому было интересно, вычисли от него, вычисли от него. вычисли от него, в общем-то нет. Вы, наверное, очень устали. В общем-то, странно. Второй случай в моей жизни, когда биополя нету, ну, там черное просто пепло, я сижу, а биополя нет, ну, там, кое-какие там, какие-то свечения есть там. А, приезжали от Лавы с Тибет, а у них тоже поля не было. Ага, вычислили, я жила маиское посвящение, тоже имели там. Просто когда человек умиротворен, у него нет этих спорохов. А у них там фотографии висят, там все, вот так вот сияют, страсти, мордасти, какие-то, а они, вот, красиво, как хорошо. Тут просто ничего. То есть можно... Это человек или присмирь, или больной. А у них умиротворенных же редко кто заходит, а кому она нужна туда, это я как хохол пришел посмотреть. А кто уже умиротворен, это просто неинтересно. А у меня тут такое красное свечение на горловом центре. Говорит, вы что, много говорите? Я как раз после лекции шел. Разбужденный центр. Я говорю, ну, что-то да, приходится там. А, а вышел какой-то посвященный? А что? Говорит, а вот эти там, три шарика над головой таких, светящихся. Говорит, как раз каналы подключения учителей. к этому делим. что-то да. А она говорит, что руками можете лечить. Я говорю, ну, в общем-то да. Говорит, вот это вот свечение, вот с левой стороны, такое, яблочного цвета, она говорит, это помощь как бы предков идет, и способность лечить руками. А это с пяти лет уже начал руками лечить. Вот я ничего не говорил, тогда вот эти вещи я думаю, вычислил. Вот интересно, практическое применение. Можно методик, кучу всяких сделать, по подлогу, персоналу, например. Конечно. Это давно уже сделано. Раньше в горисполкомах были целые стекла в кабинетах. Начальник сидит и смотрит, кто там заходит. Ага, смотрит, ага, о, этот мне взятку несет, пропустит, ага, а этот такой же козел, как и я, негодяй, ну, что-то мы с ним там заварим такое, пропустим. А этот патриот идет, права качать, меня тут нету. У всех ФСБшников, раньше, все в черных очках, помните шпионы, все в темных очках. Это вот фильтры, это было, сразу видно, кто есть кто. И стоило только выйти на продвинутом человеку на улицу, ему сразу арестовывали, психушку помещали. То есть меня, когда обучали, меня обучали даже не микрировать на уровне Беополя. То есть люди говорили, ты что там ходишь по улице? Ты что? Да до первого там КГБшника. Ходи он, как все ходят. А как так делаешь? Что? Как же вы это делали? Меня ли Беополис? Ну это легко. На самом деле, ничего сложного не было. Там это потом бабка, когда я сзади, она говорит, ну что вы так молчите там, ну вы скажите, хоть правильно говорю? Я говорю, ну что так правильно, да, я говорю, да, действительно. Ну фамилии же мои не знаю, когда еще как загоняли, все это там, я думаю, что-то рисковать, мне поспоржение, прикидывая удача. Она говорит, ой, как интересно, а вот эти ламы могут там поле менять. Там, вот она говорит, подошел, вот к этой семье, сейчас будет вот такой, сел там, и у него, да, иди сиди, я такой, сейчас будет такое, все такое. Ну ладно, разорился, это по 200 рублей, потому что, это большие, я сказал, давай, еще раз, но в самом уж интересное, я все там, страсти, мордасти допустил, рад, что-то такое, А у меня раз, и кокон проявился, и все, нормально, вот, я понял, здоровый, нормальный человек. А раньше люди, вот они это видели, без всяких, там, окон, от этого? Наши предки все это видели. А вот интересно, где нам постоянно присутствовали, когда мы настраивались? То есть, Нет, ну, смотря на какой уровень, он настраивается. Так-то, возможно, за пять минут, научить, я могу биополе видеть, это никакой проблемы не составляет. А вот, насколько глубоко видеть, и уже много, ну, как бы сказать, уровней видения. То есть, какие вы оболочки тела будете видеть. Можно настройствах, что насквозь человека будешь видеть, свечение внутренних органов, видеть. Ну, это, ну. Ну, как вы смотрите? Вы можете смотреть на палец, а вот тот не видит, вам нужно на палец настроиться, а можете на стенку смотреть, тогда здесь не будет. Вам, ну, хотя бы фокусировать нужно. Ну, примерно и там то же самое. Как настроишься, то и видишь. Ну, надо настроить все-таки. Ну, ну, естественно. Потому что вы же не можете сразу все видеть кровом, а у вас какая-то там своя точка, в которую вы смотрите, то и видишь. Так же и на ими. А что, ладно, вы не видите в биополе, что ли? Все время соеваешься? То не то есть. Может, видишь, но догадываешься, что это действительно оно. вообще. Хейди, я вас за две минуты. Мы столько раз на ушк лицах слышали, что вы все можете научить. Значит, вам что необходимо осознать? Что у нас бинокулярное зрение. То есть, мы привыкли смотреть двумя глазами в одну точку. Только лишь тогда мы можем в резкости это видеть. А теперь представьте, если у нас биополе имеет какой-то объем, если вы будете смотреть сюда, вы увидите поле? На селе, в третьем. А? Увидите? Нет. А если сюда будете смотреть, вы видите? А если вот сюда? Нужно везде. О. То есть, у фотографов есть такой термин, как глубина резкости. Слышали об этом? Когда в резкости будет, вот если это поле, то у вас хотя бы вот такое должно быть, глубина резкости, чтобы вы его смогли увидеть. А других шансов нет. С теми, объемные зрения, не проекция, а как бы... Да, рассеянное такое. То есть, нужно расфокусировать зрение. Вот когда вы смотрите в книгу, и у вас начинает текст расплываться, да? Это расфокусируется зрение. Вот вы смотрите, и вы можете одновременно и там все видеть, и там, и одновременно... А это все будет одновременно одной и той же резкости. То есть, не куда, а кругом. Вот примерно вот так можно смотреть. А иначе поле не увидишь никак. Это у японцев Муси называется состояние. Ну, не знаю, как у нас называется. Ну, вот нужно рассредоточить зрение. Понятно, да? Понятно. А те, ну, я наверное останусь, что-то, я вам поговорить. Вот на темно-тоне это уже и на свет, а мы на темно-тонном. И так не получится. А можно с той стороны лампочки выключить? Ну, нет, не понятно. О, вот так. Вот так всем будут пальцы видать. Ну, который подойдет лучше. вот попробуйте разфокусировать зрение, посмотрите, что у меня будет между пальцами. Вот раз соединились, как столбик, такой сыровато-голубоватого цвета, как дымка такая. Увидели? сейчас поярче сделаю, смотрите. Видите? Посмотрите на двух руках. Вот смотрите. вот сейчас ярко сделаю. Вот смотрите. Вот смотрите. Все видят, кто не видит. Вот. Видно? шатается туда-сюда. Увидели? Тренируйтесь, и у вас будет получаться все ярче-ярче. Если я был бы больной какой-нибудь или там страсти-мортасти, то цвета бы проявлялись. А так как я спокойный, там у меня вот серовато-голубоватый цвет. То же самое вы должны обучиться ощущать. Это же можно и пощупать все. Так научитесь диагностировать. Прежде чем надо массаж сделать, нужно диагноз провести, где там нарушение какое-то пощупать там. А тогда уже на физике уже исправлять все. На самом деле, это каждая мать должна уметь лечить своего ребенка. Сразу, чтобы вы видели, есть глаз, меня нет зелаза, может порча какая-то ребенка. Там же тимурный контакт такой, там невозможно помочь его лечить. Я всяких матерей нас отрелся. Ну, ну, все. Ну, кажется, она по себе судит. Ну, все, куда-то. Можно вопрос по поводу продуктов. Каждый человек есть приводник к своему роду, как бы, или вот, ну, общение с родом непосредственно. Ну, да, есть как бы глава рода, есть такое понятие. То есть есть представитель от рода, который ответственный, чтобы у вас все это успешно проходило. Есть такое понятие. Это у каждого. Каждый человек должен стремиться к тому, чтобы он был на каком-то. А это не ваша уже забота. Нет, я не знаю. Это его забота. Потому что почерк наших учителей, то есть тем более наших родичей, не помогает. То есть они в экстремальном только случае, там скажут, там, чуть-чуть там правее, там, или чуть-чуть привее, там, или чуть-чуть быстрее, там, или чуть-чуть помедее. Настолько это корректное будет вмешательство, что только проходит какое-то время, и думаешь, ё-моё, а это же помощь была. Ведь не будь этой помощи, я бы все шею сломал. Вот это почерк наших учителей. А если кто-то там берет за шевер, начинает вас тащить, и вот так делай, вот так там, это уже не наш род. Это уже кто-то чужой. Пытается нас перевербовать. То есть существует множество богов, миров, слави, сущностей и светлой, и темной, нарии, которая заинтересована в том, чтобы нас поиметь. Ну, то есть использовать своих каких-то корыстных целей. И если вот вот вмешивается, вторгается ваше сознание, это значит, не наш род. Ну, смысл так? То есть, если... Ну, то есть, когда носиться, вмешивается в вашу судьбу кто-то, то наше такого не позволяет всем. То есть, непосредственно надо разговаривать, не обязательно уметь слушать? Ну, это может в шизу перерасти. Раз это проще, для этого отводится нам сон. Мы спим одну треть своей жизни. Вы во сне выходите, встречаетесь с родственниками, общаетесь, разговариваете, вот буквально вот так. А зачем вам, чтобы еще в яре, кто-то вам там еще там уши дулит? То есть, смысл. То есть, нет смысла. А нужно вот и правильно. А время медитации? Медитация тоже может заниматься. Это когда в экстремальной ситуации нам нужно что-то узнать. Это то же самое, что... Да, только в русском народе у нас это было как бы для экстремальной ситуации перенос своего сознания. А так у нас, ну, куда уж, треть жизни уже. То есть, медитация, она как бы связана, ну, как бы с сон. Так получается. Ну, настоящая медитация, это перенос сознания с физического тела в наобье тело, потом в клубе, в колумбе, в дизе и так далее. Вот это настоящая медитация. Но то же самое происходит и во время сна. И если правильно научиться пользоваться сном, это та же самая медитация проходит. Где вы времени найдете, чтобы 20 лет из 60 если в медитации находиться. А тут на халяву дается. Да берите, пользуйтесь. Уже она, природа, побеспокоилась, нагром побеспокоилась обо всем. Это нужно правильно использовать. Ну, это сложнее? Слажнее. Нет. Нет. Кому больше. Нет. Если в детстве приучили вас работать со сном, то есть нужно необходимо понимать, что есть три типа сна. Знаете об этом, да? Быстрее, нежнее, нежнее. Нет, это другое. То есть фаса, это быстрого сна, только она так, как восстановить их не сняться. А там отдыхать, но это совсем другое. То есть сны бывают первой категории, они такие путанные, неосознанные, все-таки вот, все такое вот, фантасмагория такое. То есть об этом, на это внимание обращать на них вообще не нужно. Это просто игра нашего подсознания. Ума там, барится, что-то он сам себе такое. Никакого смысла в этом нет. Второй тип сна, он называется калейдоскопический. То есть, как он выглядит. Идет какой-то четкий сюжет какой-то, вроде бы все нормально. Потом без всякого перехода вдруг раз, и совсем уже другая картинка, все уже другое. Тут было одно, а тут уже другое. Как в калейдоскопе. Ты смотришь, она картинка раз, там другая. Это тоже игра нашего ума. Но он может быть вещь, этот сон. Каким образом? То есть у нас в подсознании хранится такая колоссальная информация, что она просто не помещается в оперативной памяти. И поэтому, ну допустим, мы что-то потеряли, на уровне подсознания мы это помним. Где мы там это все остали? А на сознании мы не помним. Думаем, да где же мы это все потерялись? Ну нету там. Ну даже там, ну допустим, там часы, там ремешок расстегнулся, где-то они упали. На уровне ощущений мы это помним. На подсознании это все помним. А в оперативной памяти это и нет информации. А тут снится целый сюжет, вы там приключения такие, что книгу можно написать. И в конце концов вы приходите в это место и находитесь в своей часы. Утром просыпаетесь, о, вот такой сон снился того, чего-то только не было. В конце я нахожу там часы. Неужели они там? Приходите в это место, действительно там часы. Но вот этих событий не было. Это просто из подсознания вышло нам вот это и показало. Вот это калейдоскопический сон такой. Он в какой-то мере и может рассматриваться как вещий сон. Но в то же время нужно понять, что это лишь информация из подсознания. А вот третий тип сна, он очень яркий, четкий, настолько яркий, что даже не поймешь утром то ли было это, то ли нет. То есть все ощущения остаются. Вот это наше тело уже, сознание переходит в нагле тела, но обычно. И мы уходим по разным этим мирам. Миров этих существов и мать-муж это дельный разговор там, но это реальная жизнь. А если допустим сценарий сновидения проявляется потом в явную жизнь, допустим ты видишь будущее, ну Это не малюха другое. Это что значит? Я сейчас объясню. Это когда ну нужно объяснить теорию параллельных миров, иначе не поймете. Вот допустим ну вы понимаете что этот весь мир является тренажером и нас тренируют. Допустим у вас есть выбор там повернуть направо или налево или сделать так или так будем просто просто рассматривать чтобы наглядно было допустим вы пошли направо получили какой-то опыт соответственно у вас судьба какая-то будет а если вы пошли понавлево совершенно другой бы опыт получили и получается что вы в половину опыта меньше получаете при любом выборе хоть нападет хоть направо так же а этот мир настолько совершенен что появляется параллельный мир где вы пошли налево тут же появляется на развилке он тут же этот мир находится там это называется параллельный мир а в там тоже развилки есть там еще получается веер миров его называют или роса мира или капуста или еще как-то называется то есть этих миров тьмочуще этих миров и везде такие же вы и есть только если мы в этом мире допустим живем то вот эти два ближайших мира они чуть-чуть отличаются даже попав туда сознание в то тело которое там живет даже не понимаете что переместились в иной мир чем дальше вы уходите тем больше различия идет и поэтому когда доживю а это уже было даже знаю что сейчас произойдет это просто информация из того мира вот это происходит допустим во сне ты видел то что будет в будущем не то не просто доживешь что где-то когда-то это было а точно знаешь когда тебе это приснилось можешь на самом деле верни только вот так идет то есть многомерный да и поэтому можно как бы будущее ускорбить это не одномоментные миры а его времени растягиваются и вот так это может перемещаться как в будущее таких из-за ушла но это те же параллельные миры только они вот так ух богат понятно понятно а ну вот этим вещем с нами мучиться надо или они сами могут прикинуть если человек нормально эволюционно развивается то они быстро приходят но больше неизбежно рано или поздно каждому придут просто время тратишь это нужно ну как они прийти они не кажутся рано или поздно каждому каждому мужчина бедно свежего лица если решается какой-то вопрос у меня в голове постоянно решается решается как этот вопрос будет посетить как сделать так что мне во сне отрубиться отрубиться или вот я день пропахал я грубо по-русски и сижу пришел домой опять умеете думки ложусь спать у меня и во сне эти думки ну у каждого у нас это бывает как отрубиться от этих думок они же не дадут весь ему сном прийти очень хороший рецепт нужно правую руку повыше поднимать не знаю как это нет 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 все выше потом еще соседей потом ты и не ложится спать не русский вам все обрезан не русский а чтобы найти решение на какой-то вопрос просто нужно как бы спросить благословения на поиск этого и если человек серьезно к этому настроен то есть существует целая аудитория таких студентов попадают и там объясняют какие-то задачки там решают обучают вот многие ученые открытие во сне делали и даже в разных концах земли одни открытия одновременно производили потому что они в одной аудитории обучают точно так же собираются сидят так же скобей как докладки объясняют рассказывают именно тот предмет который требуется но это не совсем информационное более это более примитивные это такая же жизнь только это не параллельные меры сами но откроя дверь ну как бы скажем есть меры которые ответственные за то чтобы нам позволить эволюционно развиваться если действительно есть вопросы то и обучают обращаться в любом случае ответ будет но как вы слышите его минуту тоже нет тут как раз как вы меня видите точно так же будете видеть преподавателя просто мы заснули открывать его заводит какой-то аудитории идет занятие идет лекция правда там немного по-другому устроено ну например если вам показывают какой-то прибор он может увеличиться в размерах он меньшится если нужно он может в разрезе появиться но он работать будет все равно малюха ест из меня а так в принципе и даже и сразу не поймете куда вас занесли а может сразу советую алексей я последний вот про этот веер хотела понять вы сказали что сознание может перемещаться в той цены у меня очень хорошая фильм есть может быть в машине или здесь где сутка трасса 60 куда приводят мечты мистер судьба все это параллельных мерах идет в очках они снизу нас ой великолепная а у вас есть этот фильм у меня есть захудалая копия на видео такая вот если доставим этот фильм они живут среди нас которые пришли с Венеры когда очки достали я мечтаю на DVD его сделать перекопировать но я спрашиваю на видеокассете у меня заездили так что на DVD как в А в Астонии занимается сможет с видео на DVD да можно есть есть подможен да хорошо если это сделали да потому что очень хороший наглядно вообще вы же как пока не помасывайте нельзя верить вы выходите и смотрите в каком знаке находится солнце сейчас можно ли что пишет вы хоть вот сами проверите сходите в планетарий и реально поговорите с компетентными людьми по данному вопросу и вы поймете что вы все лапшу на уши повешиваете то есть нужно консультироваться у компетентных людей и учитесь когда вы поймете когда праздники нужно проводить на самом деле ну то есть существуют как бы праздники это общедоступные такие праздники нужно веселиться там все оздоравливается как-то ну примитивно там прекрасно и хорошо хотя на самом деле настоящие праздники они не просто так проводились это же проводились именно ну он потрудился нужно теперь праздник провести попраздновать а праздник он предназначен для того чтобы оздоровиться то есть не нужно тебе массаж какие-то делать не нужно йогой заниматься все песни танцы пляски игры и все и человек полностью восстанавливает свою эгоструктуру и все наутро он может идти опять трудиться по полной мере то есть вес комплекса этих праздников а все это на основе обрядов идет то есть обрядовая уже это более серьезный подход это уже тот кто проводит праздник ответственно он должен понимать обрядовую структуру это когда оба рядом то есть два и более а еще больше это ритуальная практика когда один человек улавливает и вот у вас должен быть человек который будет ответствен за ритуальную практику обучать обряды и праздники то есть а это все связано с их новой космоса неизбежно и поэтому если это в отрыве от космических влияний рассматривать они будут конечно влиять но желательно чтобы это получше то есть без знания астрономии обыкновенной астрономии это невозможно потому что это основа возьмите карту звездного неба и сравните с тем расчетами что вам дают и вы скажете ё-моё дышу это совершенно не то вам говорят одно а на самом деле на небе совсем другое происходит то есть нужно реально смотреть вы должны выйти посмотреть на слезное небо и конкретно сказать а вот что на небе а проверить с теми расчетами что вам предлагают потому что современно то что сейчас вот эта астрология без них завалена она же не соответствует тому что на самом деле на небе происходит конечно там есть понятие ближнего и дальнего космоса там там это все перепутается но все равно это нужно знать потому что я пользовался даже государственными астрономическими таблицами и то там ошибки допускаются но может не ошибки а допинавили может отпечатку скорее всего знонамеренно там подкидывая там то есть можно верить только вот небесным скрыжали а все остальное это так то есть короче без этих знаний то есть например в календаре если написано восход заход солнца и по восход заходу определить когда день равен ночи это может там ошибка все равно быть в календаре там уже даже опечатка хотя это там это отпечатки обычно там не старается в руках потому что это легко проверить так же потому что сейчас весной это было на счет и другие восемнадцатого марта а маслин смогли праздновать 22 там на пять дней со смещением непонятно мы по солнцу это делали или вот вот где здесь это самое ведь нет это уже солидно возьмите учебник хотя бы астрономии изучите уже 10 класс это же элементарно такие вещи которые ну сходите планетарий поговорите там с курсоводом а еще лучше со специалистом обсерваторе класса обыкновенного астронома проконсультируйтесь а он вас опять отправит к учебнику за 10 класса изучите тогда будем разговаривать стыдно ходить когда вообще даже вот таких вещей не знаешь ну хотя бы этот учебник то изучите что может быть проще достать учебник по астрономии за 10 класс взять посмотреть там таблицу звездного неба там карту посмотреть там даже указаны числа те когда что происходит они сады абсолютно не соответствует тому что дается в астрономии у меня дома в кабинете такая карта большая виски все это ответственно там не целый прибор этом дело что просчет хотя есть макет небольшая но вот наш славянский где-то близко подходит ну близко да сказка ложна в ней на нем добрый урок изучайте конечно это все наше нужно применять в реальности то что есть на самом деле то есть она может меняться каждый год но для календаря она все течет все из меня кстати а когда у вас было вот это наводнение там и говорят что там у семьи сместилось там у нас три градуса нет она это постоянно северный электромагнитный полюс он дрифует в сторону канады там со скоростью сейчас я вспомню полтора километра вот прецессия то есть это или нет нет несколько лет назад он скачнулся вообще по моему километров на 200 за одну секунду переместился это не лет по-моему даже полтора года ну где-то так это на всех планетах солнечной системы между прочим произошло промелькнулось вообще нет по телевизору ну да ну да 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 естественно там твари они прекрасно знают что самое благоприятное место на земле это будет там в районе там на чукотке то есть самое благоприятное поэтому сразу там они начали скупать там землю русских выгонять всех оттуда вот там вообще это самая земля обетованная да то есть климата очень сильно изменится в зависимости от изменения магнитного полюса именно так потому что это звезды ранены да ну вот в кочунах я же там объяснил что именно распределение тепла на планете связано с рядовыми куполами они меняются в соответствии с электромагнитными полюсами а искусственно можно изменить электромагнитный полюс или это только как бы космические процессы а космические то что не искусственно если есть законы значит есть законодатель нет я имею ввиду ну люди или там твари могут изменить нет это у них силу не надо это уже как уровень богов миров праве так же но это искусственно только и нет ну это понятно я имею ввиду а вот валирует кишка тонка такие процессы уменьшиваются это все равно как ну вот блохи по голове скажут они разве могут уменьшить да они ж хозяин если считают я говорю а вот хотелось бы поговорить по поводу законов построения общины общины как единицы ну минимальные ну соответственно до уровня державы то есть это будут одни и те же законы которые которыми будут все руководствоваться да закон один это закон копного права а вот как он в маленькое общение я представляю как это все работает а вот как это работает на уровне державе копа ну выбираются десятские сотские тысячные помните что система выбора вот так и копа по всей державе расходятся просто могут не все вы хотите вообще держать тогда им нечего тут делать все это язычники которые из нашего общества потому что ты же должен аргументировать это почему ты не хочешь так ты что сам себя враг а он на результате из вредности не хочет ну ты так сказать и будет таких мы назвали изгои то есть внутри общины это тоже самое державе то есть там нет такой вертикали власти ни на уровне жрецов ни на уровне волхов есть только это происходит что мы сами себя в общине держим самым спортом самых лучших представителей мы выстраиваем вот это вот потому что если будет ну как бы все у власти будут стоять то это все развалится все так же а структура должен быть стоять лучше у вас в общине во главе ну как вот в казачестве выбирается кашевое атаман и походное атаман если не будет единоличного управления то раздрайв будут так же вот вы должны выбрать кто из вас будет самый лучший представитель который лучше всех справится со своими обязанностями вы же сумеете лучшего выбрать но выбирают это не женщина это не их там ума дело выбирают мужчины вот собрались у вас сколько-то 10 мужиков больше как бы и не следуют выбирайте десятского если у вас будет 20 человек в общине значит каждая десятка своего представителя они уж там договариваются между собой кто будет лучшим и всегда один должен во главе стоять то же самое вам необходим там священнослужитель там звезда чего там знака там лекарь травник вам необходимо скажите есть какая-то классическая организационно-штатная структура армейская привычка вот а могли бы вы ее как бы например через конец должна быть ноги и руки туловище и голова а то есть должны сначала ставится цели для чего организуются общины и потом уже исходя из этих целей понятно цель то у нас одна нет ну понятно да а в соответствии с этими целями без общины как справиться ну никак тяжело можно но тяжело вообще не так проще цели и задачи вот одни фундамент на котором мы строим жизнь свою это наследие предков это же аксиома кто не знает своего прошлого того нет будущего поэтому мы опираемся именно на опыт предков а управляем сейчас с помощью чего с помощью здравомыслия потому что если человек отказывается проявлять здравомыслия а навязывает вам свою почку зрения то значит ему идете в вашем обществе нечего это же понятно вот если вечер вот вы собрались это вот у вас может стать вечер вот собирают женщины дети, старики все имеют право голоса а здесь вот эти проблемы укола светлая голова он может эти проблемы сформулировать а теперь вот мужики давайте решайте и мужики собираются дверь на ключ и не выйдете до тех пор пока к одному мнению не придете каждый выходит и каждый своего как бы выскакивает предложения а кто-то более лучше предложения он же сам заинтересован чтобы это было если он на уровне амбиции это сразу все видно например я знаете что ответил наверняка будут попадаться вам люди у которых ну там неприличные люди которые будут движимы там тщеславием амбициями какими-то в любых обществах появляются такие люди и я видел как можно управлять всем этим процессом когда копа собирается мужиков просто необходимо выбрать ведущего кто это будет ведущий то есть один должен быть как бы председатель который будет вести эту копу ему как бы доверяете он дает право голоса кто-то руку поднимает он говорит вот давай ты пока он не заканчивает другой не имеет права перебить если перебивает раз ему заменчание второе потом все скажите здорово ты не можешь совести ты не достоин присутствовать на копе понятно да но перед тем вот если он кому-то дает право голоса он должен встать и просто сказать там то есть он поднимается говорит я вот заговорю во славу прародителя богов и предков наших и если он это говорит он уже ему совесть не позволяет уже отсидеть его я наблюдал во многих общинах вот вот хочется я смотрю там сидит мужик его аж подсушит хочет перебить там свое ставить там а он боится даже руку поднять потому что если председатель ему он скажет ему что-то сказать я говорю во славу а он не может потому что вот внутренне его все-таки стержит совесть не позволяет он отсидеть он хочет гнать и потому что у него самомнение амбиции какие-то я видел его крёжа такого человека а он знает что ему придется встать он может и сам что-то такое то есть там бесы мучают человека а вот это не могут если вы вообще его возьмете то есть не пожалеете то есть каждый из того кто поднимается говорит я говорю ради своих амбиций а во славу прародителя богов и предков и все это такая лакмусовая бумажка то есть эта бесочина отсыкается да это просто по своему опыту это все влияет берите это на вооружение да и тогда вся пакоса у вас будет просто отсидываться уже вся дрянь отметаться будет то есть это же свет он же разгоняет всю эту тьму а тьма что боится чтобы он не подняли на свет вот она тьма а тут сам открываешься так что это хороший принцип и вот только вот на этих принципах может община строится не возьмете это на вооружение будет раздрать неизбежно если допустите демократию какую-то там еще что-то тем более если понимать в принципе там армию свои прелести идти прежде на начальник да если будет два начальника все вся группа погибнет так же то же самое и здесь это такая же война нужно это понимать четко и поэтому ну как атамана у нас казачьи выбирали вот собирается круг кто у нас самый лучший выбираем походного атамана ну вот ну вот вот это и Продолжение следует...